Добрый день друзья, заканчивается моя самоизоляция Два укола, потом в тяжелой форме ковид Отказ от госпитализации, война с невежеством продолжается Сейчас я нахожусь в таком двойственном раздраве Моя психика Я родился в Западной Украине Я люблю Украину, это моя родина Никакая сволочь, которая каждый день с экрана Наш с двух сторон Идеологической войны, границы Нас долбит, что мы русские сволочи А мы что, украинцы сволочи Меня никогда с Украиной не рассорят Украина это родина, Украина это могила моих отцов и дедов Вот, никогда Пройдет время И мы снова будем ездить на Украину В гости, на курорты Вот Эх, молодость где ты И вот я в двойственном положении В таком раздраве, потому что Я получил это письмо Вы уже знаете, что Самая большая информация по садоводству всей России Находится у меня, у Железова Вот, наука, она как-то самоустранилась Решила, что и сами не будем ничего выращивать путнего Так Мы нищие Нас не снабжают деньгами Сейчас речь идет о распродаже земель Тем более, как академии Все грустно В общем, я сейчас столкнулся вот с таким письмом Попробуйте встать на мое место После того, что я рассказал Признаваясь в любви к Украине Я львовский парень Поехали Валерий Константинович Добрый день Пишет Екатерина Мельник На Тернопольщине Это тоже запад Украины В рассаднике Петрушенки Предлагает саженцы абрикос С вашими фотографиями Ваш ли это ученик И можно ли ему доверять Или это очередной фейк только на Украине Спасибо Жду ответа от вас Сразу предупреждаю Дело нечистое Но я не буду проклятать Я не буду, как обычно Это Только одними Плохими словами Потому что я понимаю Как трудно выжить Нам и украинцам Вот Поэтому Это всего лишь Я отвечаю На письмо Из Украины Итак Вот это ссылка Посмотрим Посмотрим Вот Сразу как только Открывается Я вижу Вы знаете Обычно я вынужден Что делать Доказывать Что это мои фотографии Но это редкий случай Когда Не стали Вот так вот Отрезать Верхнюю половину А показывать А показывать Плоды Нет Такой переписки Последние годы не было Вот И все равно Допустим Возьмем В такой Случай Свои саженцы Не хуже И люди И люди Вырастят Плоды Вот Прочитая Эту рекламу Значит Вот 13 саженцев Осталось Точно такие Может и вырастить Или по крайней мере Не хуже Вот А почему И там же Мои фотографии Еще сотни Которые Это используют Но почему С моим лицом Непонятно Может быть Расчет на то Что на Украине Меня не знают Знают конечно Но не в такой степени Вот эта дама Она же С Украины Как я понял И меня знают в лицо Но это не все Смотрим дальше Внимание Посмотрим вот сюда Это Ну наверное Это шалах ананасный Да Похоже на шалах ананасный Вот Возможно Это и есть Хозяева питомника Возможно И вдруг Посмотрите сюда Вот этот парень Он тоже возможно Один из хозяев питомника И Может быть У них правда Свое Продают Вот здесь вот На фоне персика Фотографируется Да И Очень крупные Явно Персики Находятся у него В этом В тарелке Или в ведре Непонятно Но справа Моя ученица Вот Жительница Красная Ягарская Никакого Никакого Отношения Она не имеет В Чернопольщине Вот Она же Аспирантского Университета Она же Моя ученица Елена Александровна Савинича Позирует Она в моем саду Вот это да Вот это да Вот это да Вот то есть Получается что Человек который Посмотрит на эту фотографию Откуда ему значит Она не Стернопольщиной Правильно Лена Александровна Для вас это честь Кстати Я ладно там Но вы можете требовать гонорар Да Вас используют Как фотомодель Вот Так сказать Очень Привлекательной внешностью На это люди Должны сработать Они скажут Мы тоже хотим И такие абрикосы Подумай что они Совсем другого мира Эти абрикосы Вот Давайте посмотрим Чтоб уж не сомневаться А вдруг Жителям Тернопольщины Кто то все таки Из жителей Увидит это И обратиться напрямую Скажет Простите вы нас обманываете Или нет Они могут сказать Нет Это наша девушка Она очень похожа На учение Сужерезова Но не более того Бывает Вот Может двойник А Лады Это наши Стернопольщины Давайте посмотрим Посмотрите Я нажимаю И вижу Вот такой крупный план Смотрите что дальше Обычные Мои Фильмы Это учеба Итак Сейчас я нажимаю На Я нажимал на левую Половину мышки А теперь На правую Что получается Найти изображение В Яндексе Смотрим Вот И вот Когда вы начнете смотреть Да Вы увидите Смотрите Ее Почему не используют Там Где нет Физиономии наших Моей Моих Оченников Там Родственников моих Там понятно Там Сотни сайтов присвоили Знаете как Сады Урала Раз логотип Сады Урала Прям поперек Мои фотографии И все У меня Из-за этого Одно крупнейшее издание Перестало печатать Заподозрили Что это я у них фотографию Слям взял А не они у меня Видите как И вот смотрите Железов 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 Савинич Вот видите Смотрите я нажал Савинич Вот Значит Никакой ошибки нет Железов Железов Никаких двойников Нет Юрий Железов Это мой брат Железов 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 Вебинар Железов Юрий Железов Брат Вот и так далее Сибирь Сибирь Все посмотрели Что мы Возвращаемся Обратно Там где мы были Вот Нет Сейчас пока еще не сюда Итак Посмотрев сюда Возвращаемся Возвращаемся Итак Елена Александровна Может требовать гонорар Вот Я уверен Что вот с этими вот Фотографиями С твоей внешностью И с этими Стограммовыми Абрикосами Ты запросто Можешь претендовать На гонора Пусть Вот это Отстегивает Потому что где им еще Взять такое фото Но это еще не все Пока мы Нашли два фото Сибирские Подчеркиваю Они отношения не имеют Тернопочные Это уже точно Вот Ну вот это Скорее всего Тут все Все мило Наверное Это их дети Будем надеяться Вот Это какая-то Фотография Какая-то плакатная Вот Ну мы Придираться не будем Откуда нам знать Вот Вот Это я очень Эту фотографию Слушайте Ну-ка нажмем Где-то я ее раньше видел Раньше Найти изображение В Яндексе Вот эту девушку Где-то я видел Это фотография из интернета Пришлось им не только мои Занимать Я потом задам вопрос А ваша-то где? Ваша-то где? Все понятно Работа в Испании Все понятно Так, ладно Возвращаемся Я запомнил эту девушку Многие сайты используют Бросаются в глаза Та же как Елена Александровна Савинич Вот и так Еще одна фотография Которая явно не имеет отношения К питомнику Петру Шенкев Так Нажимаем дальше Дальше она не хочет нажиматься Тогда в другую сторону Мы еще не все проверили Вот Вы скажете что это все? Нет друзья Не все Вот когда я Долистал сюда Что я увидел? Оказывается у них Есть абрикосы Наверное Вот этот человек Да? А нет Это означает Все понятно О, все Влипли ребята Все, все, все Влипли Влипли Это означает Это означает Внимание 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 Это не здесь Это надо, знаете, как делать Учеба есть учеба Смотрим сюда Заходим в Яндекс И набираем следующее слово Фото крупных плодовых абрикосов Набираем Так, хоть и мне неудобно Фото Видите, фото крупных плодовых абрикосов Поехали Все картинки, нажал Смотрим Это, так сказать, для общего пользования Пожалуйста, берите, присваивайте Ну-ка, 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 ну-ка Ну-ка, 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 ну-ка Вот она Видели, да? Видели? Вот Скажете, что это не так? Внимательно приглядитесь Посмотрите, что там за Тарелочка Посмотрели, да? Ну, а раз посмотрели То мы с вами возвращаемся К нашим Этим самым Тетя не сказал баранам Так Посмотрели, да? А раз посмотрели, то Сейчас Сейчас, сейчас, сейчас Так Теперь мне надо Попасть туда, где мы были Где мы были, где мы были Ага, вот Мы были вот здесь Ну, в общем Внимание Вот это люди якобы купили Мы только сейчас увидели Что Вот эта фотография взята из интернета Ладно Но Чего придираться-то? Выстоя на общую базу И ладно А дело в том, что я Искал другую фотографию Вот она Вот, вот, вот Вот она Знаете, почему? Потому что Мария Глухова Это Человек, который Никакого отношения К этой фотографии не имеет А Она якобы Вырастила Это Абрикосовое дерево Уже дало Свои плоды Я просто в шоке Перевожу на русский Она в шоке Но это не ее фотография А знаете, чья? Внимание У меня есть такая папка Вот Фото плодов Железа В чужих садах Чужие имеются в виду Сады чужие Но фотографии Сделаны из Плоды Которые выращены Из Моих косточек Из Моих черенков И Садыцов Сергея Железова Сына Узнаете? Я потом Не буду Зацикливаться Посмотрите Внимательно Вот видите Вот тут В левом углу Такое вот Бордовое Это как бы доказать Что там Где-то на фоне Человек там Проглядывается Там забор Проглядывается Лестница Вон она Проглядывается Вы просто Поверьте мне На слово Что здесь Специально Не нужно Это Как называется Вот Смотрите Вот она А ну еще раз Так чтобы Уже Смотрите Так Ну еще раз Ладно Все таки Приглядитесь И вот так То есть А теперь Откуда все таки Это дерево Взялось Внимание Итак Это моя особая папка Итак Эту фотографию Делал не я Кто делал Абрикос Сеяние Железа Железа В Новогородской области У этого Есть хозяин И какой хозяин Знаете Какой Внимание Параллельно Человек Выставил В этот Как он называется В Яндекс Дзен Выставил Этот Это уже документ Ребят Да Это настоящий документ Смотрите Абрикос В Новогородской области Так Аполлинария У Соседи Я сейчас Крупнее сделаю Это уже документ Тут уже Не придерешься Вы фотографию Выставили эту Как вы умудрились Я не знаю Наверное С моего сайта Скорее всего Вот Давайте читать Соседи Покупали питомники Привитые Одно дерево Засохло Я покупала Саженец Привитый В четырнадцатом Году Не прижился Косточки Выписывала У Валерия Железова Моя дочь Я посадила На авось Косточек Было пять сортов Количество Не помню Взошло Пятнадцать Особо Ни на что Не надеялась Всем посадила Себе Остальные Раздала Нынче Плодоносили Три сорта Что будет На будущий год И что будет Дальше Посмотрим Итак Перед вами Самый настоящий Документ Коллективную историю Итак Может эта девушка И правду Это все Выписала Но веры Нет Это с интернета Это с интернета Вот Все-таки Все-таки Нечестно 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 Как им Как им Не навредить Это очень Просто Дело В том Что Настолько Все Это Далеко От нас Настолько Малой популярностью Я пользуюсь Даже в России Причем Раньше Что пользовался А потом Садоводство Начало сокращаться Как Шагреневая кожа Вот Меня удивило Вот это Вот Непонятно Как бы Согласовать Со мной Видите Вот Согласовать Со мной Они просто Подумали Что Да это Кто-то Может Член семьи Петрушенко Вот это На фотографии Почему и нет Покупайте Что это Сад Расположен На Тернопольщине Скорее всего Так и было Возможно Они про меня Прожили И слышать Не слышать Если Сто человек Увидит Эту Фотографию 99 Из них Никогда Ничего Не поймет Думая Что это Тернополь Думая Что Как Замечательные Сорта Растут На Тернопольщине Вот так Ну друзья У меня Осталось Немного Времени Я Никогда Его Не упускаю В общем Относитесь Как хотите Где-то Кто-то Один из Сотни Все-таки Ткнет Мордой Хозяев Скажет Вы тут Сильно Уж Преувеличили Вот И вообще Где ваши Фотографии Почему Мы вашего Сада Не видим Хотите Посмотреть Сад Железа Посмотрите Это Так Просто Вот Везде Куда Не лезешь Сайт Есть Сайт Вот Фотография Сада велосипед, это и в Польше, вот, понимаете? А как они, чем южнее, тем моростойкость ниже, как они выживут у людей, которые видят такую красоту? Да, в Сибири эта роскошь растет, вот она, но это особая работа, которая не снилась тем, кто занимается просто продажей дешевого, которые выращивают там, как пирожки пекут в южных странах и гонят на север. Вот это единственный сад на планете, единственный вот такого рода сад, с таким качеством плодов, так, подчеркиваю, единственный, это Нобелевская премия, вот, это единственное, где никогда, никогда, вот, кстати, видите, это, вот это с Украины, с Херсонской области, видите, жердели, это я оттуда привез, вот они, косточки, вот я их буду размножать, прививать, и получаются вот такие плоды, вот это есть Сибирь, но это особое умение, вот, и я вынужден констатировать, что меня признают только, я не сказал кто, я эту семью не знаю, у меня спросили, знаю ли я их, нет, не знаю, вот, они меня, скорее всего, не знают, скорее всего, вот эту фотографию, вот так, видите, как исполняют, я бы и ту нашел, где я с ведром стою, да, вот, эти фотографии используют только они, наверное, потому, что они не знают меня вообще, вообще, пусть они думают, что это член семьи, сфотографировался в саду, натернул по щене, вот так и все, ну вот, наверное, на этом мы и закончим разговор, вот, он мне дал повод лишний раз обратить ваше внимание на то, что мы с вами живем в таком мире, постепенно, постепенно привыкая к тому, что нас обманывают, вот, скорее всего, они ничего плохого не имели в виду, смущает, что они свой сад не показали, вот, смущает и все, вот, кто-то их спросит, кто-то, вот, эта дама, которая мне письмо написала, недоуменная, смущает, ну, почему вот свой сад не сфотографировать, почему надо было выдумывать, якобы, этих самых хозяев, уже вырастили, которые вырастили, а, ну, если бы мы увидели все так, вот, теперь уже действительно в чужих садах, это мне присылают мои, 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 мои ученики, со всей страны присылают, со всей страны, видите, вот, они гордятся этим, это все мои, бывшие мои косточки, семечки, вот, тут у меня и невольная реклама, видите, вот такие сады продает Сергей Железов, вот они, абрикосы, видите, а вот такие продает этот, самый, НПО Челябинск на Урале, ну, невольное сравнение, внимание, видите, кстати, если вы думаете, что из этого сады что-то вырастет, настоящие-то вот они, так что-то сильно крупный план, плохо видно, вот, вот они, мои персики, вот, если вот такие вот растут, растут, да, видите, вот отчет Железов, смотрите внимательно, вот мои книги, которые так трудно продать, вот, 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 полюбуйтесь, умер Латинков Юрий Алексеевич, единственный, кто не уступал мне ни в чем, уральский садовод-волшебник, это фотография с его сада, вот, а это мои, абрикосы в его саду, академик, вот это есть настоящая работа, вот это есть настоящая, чем гордиться, вот, есть чем гордиться, постепенно завоевываем Россию, но, к сожалению, так завоевываем медленно, вот, видите, у нас выживают лишь те деревья, которые посажены по вашим рекомендациям, ребята, если бы вы знали, как важно, и учитывая, что осталось у меня еще несколько минут, и отключится сам этот самый, я просто возьму сейчас и дам вам маленькие инструкции, сейчас еще чуть-чуть полистаю, это мое в чужих садах, слово чужое у меня само слух режет, вот, это из косточек, в Солочи, Лябинск, и ведь не скажешь, что обман, все-таки она ведет, сейчас она уже коротко шоу, она ведет мой сайт, и тут не скажешь, что я ее придумал, эту девушку, нет, я эту девушку не придумал, вот, с косточки вырастила, а вот и сам Железов Сергей, вот, на днях устроился крыльщиком, к сожалению, не хватает вот этого, чтобы прожить, хотя у него лучшие саженцы в России, вот, если бы не было вот таких натяжек, обмана, когда мои сотни питомников присвоили мои фотографии, а значит, вам нужен инструктаж, кстати, видели, сравнивайте климат, сравнивайте, сравнивайте, есть разница между Новосибирском, Челябинском, Саиногорском, где на противоположной стороне реки находится мой сад, вот, ну и напоследок короткий инструктаж, кстати, это уже Брянская область, видите, мои неукраинные персики, господи, сколько тут всего, ну ладно, успеваю, короткий инструктаж, короткий инструктаж, так, это значит, что звоните в питомник, хоть Петрушенком, хоть кому, не говорите, я не на сайте не обнаружил ваш фотографии, вашего сада, целиком деревья плодоносящих, не вот такой жменьки, как обычно, вот, видите, вот мы такие-то и воруют, присваивают, а настоящий сад, ответьте мне, пожалуйста, вот, самый умный ответ, который я получил, звучал так, не растерялись, вот, да, это мы взяли ваши фотографии, потому что, внимание, нам некогда, мы работаем, нам некогда делать фотографии со своего сада, это был самый умный ответ, какой я слышал, обычно, зловещее молчание, вот, теперь, дальше вы говорите, ну, допустим, я вам должен поверить, скажите, на что привиты ваши абрикосы, и тут хозяева поплывут 100%, потому что они, как правило, сами не выращивают, они перекупщики, тут же, заминка, как угодно, тут же можете понять, что дальше вам лапшу вешают, самое страшное, как это НПО Челябинск, который прививает на эти песчаные вишни, могучие абрикосы, я за много лет не могу встретить ни одного, умолял, призывал, найдите мне дерево, которое, это, выращено, привитый абрикосы на песчаную вишню, взрослое полносящее дерево, нету, а продает сотнями тысяч, вот, вот это, я говорю, когда-то я с у тебя говорил, Мавроди бы узнал масштабы, Мавроди тот самый, МММ, узнал бы масштабы, какие приняты обманы, с удовольствием, он бы удавился бы от зависти, а потом он еще и удавился, может так и было, ладно, следующий момент, Янах, врите, если вы даже за тысячу километров, но вы врите, что вы рядом, 20 километров, и попробуйте раскрутить, как, мы у соседей, я приеду со своими тазиками, ванночками, ведрами, мы аккуратно выкопаем скобом земли, я заплачу вдвойне, только, чтобы выбрать хорошие саженцы, и вы узнаете такую историю, потому что это реальная была история, человек 20 километров живет, а ему отвечают, по почте, только по почте, вот, или как в Москве, сколько я показывал таких вам, писем показывал, нет, только привозим, привозят дрянь, а почему нельзя приехать, у нас не принято, все, друзья, время истекло, как мог, я, как мог, как мог, я, где это у меня делал, где это у меня делалось, вот этой даме, Катерине Мельник, ответил, до свидания, друзья, еще раз посмотрите, запомните, что перестали даже мою физиономию скрывать, а раньше отрезали вот так, до свидания, удачи вам в вашем благородном деле, и в вашем благородном деле,